Университет Дружбы народов В РУДЭН состоялась Всероссийская конференция «Высшая школа. ДПО в условиях перемен». Проходит она в университете уже третий год и является крупнейшим форумом сферы дополнительного профессионального образования. Открыл конференцию проректор по ДПО Российского университета Дружбы народов Алексей Кирсанов. Вопросы, которые вынесли на конференцию, волнуют всех нас, тех, кто задействован в реализации программ дополнительного профессионального образования. Постоянно меняющиеся условия рынка труда, технический прогресс и растущая конкуренция заставляют подтверждать свою профессиональную пригодность. Именно поэтому все большую популярность приобретает дополнительное профессиональное образование. Оно позволяет специалистам повысить квалификацию или пройти профессиональную подготовку, что дает возможность работать в новой сфере деятельности. В конференции приняли участие первый заместитель руководителя Департамента образования Москвы Вениамин Каганов, начальник отдела развития системы повышения квалификации научно-педагогических кадров профессионального образования Министерства образования и науки Российской Федерации Ирина Мосичева, которая ответила на многочисленные вопросы участников конференции. В связи с тем, что закон вступил в силу с 1 января 2011 года, для тех, у кого свидетельство об аккредитации этой программы есть и свидетельство действует до конца 2011, 2012, 2013, у некоторых по 2014 год, по факту сегодняшнего дня людям, зачисленным на эти программы, вы выдаете документ государственного образца. А также заместитель начальника управления лицензирования, аккредитации, признания и подтверждения документов Валерий Гребеньков, представителей в России и странах СНГ международных сертификационных программ, вице-президент Института коммерческого менеджмента Великобритании, заместитель руководителя аппарата счетной палаты Российской Федерации, ответственный секретарь Ассоциации контрольно-счетных органов Николай Столяров. Очень важно понимать не только, что нужно делать, но и как, как обеспечить действительно высокое качество образования в стране. Ведь, повторюсь, это действительно стратегический фактор будущего, развития страны. И, с одной стороны, казалось бы, формально и традиционно еще в советских времен мы занимаем, ну, одно из ведущих мест в мире по уровню образования. Ну, судите сами, по числу специалистов с высшим образованием среди занятого населения 28,2%. А со средним образованием вместе 55,3%. Четвертое место в мире. По числу студентов на 10 тысяч населения 523 человека. Второе место в мире. А если добавить то, что по международной классификации именуется третьим образованием, дополнительным профессиональным образованием, получается, что мы лидеры. В рамках конференции прошло Всероссийское совещание руководителей вузов и учреждений дополнительного профессионального образования, в котором приняли участие представители почти всех регионов России. На конференции обсуждали государственную образовательную политику, структурные изменения системы образования, проблемы и перспективы повышения квалификации педагогов. Посмотрев на состав, то есть я посмотрела, что там представители департамента образования, министерства, счетные палаты, я вот просто каким-то чувством поняла, что надо мне туда съездить. Я приехала и узнала важную информацию. Система дополнительного профессионального образования настолько сегодня заинтересована в изменениях, что любое предложение о возможности встречи с коллегами, оно, безусловно, очень интересно. Ваш университет на протяжении уже последних трех лет очень активно работает. По организации конференции для руководителей учреждений дополнительного образования я представляю Твердской университет. И, в принципе, с 2008 года к вам приезжала. Поэтому большое спасибо, конечно, за организацию и встречи. В состав Института дополнительного профессионального образования РУДЭН входят три кафедры, столько же образовательных центров и множество самостоятельных программ. И с каждым годом их становится все больше. На конференции отметили, что особым спросом на рынке образовательных услуг России пользуются программы ДПО РУДЭН по иностранным и русскому языкам, психологии, менеджменту, информационным технологиям, а также медицине. Ежегодно в стенах РУДЭН обучается более 25 тысяч слушателей. Программа мероприятия состояла из пленарного заседания и секций, в которых было заслушано 18 докладов. На заключительном заседании участники конференции обратились к Министерству образования и науки с открытым письмом, в котором выразили свое мнение по поводу реформ в сфере дополнительного профессионального образования. Наша резолюция носила не столько обзорный характер, сколько конкретный характер. В этой резолюции отражены два основных пункта, которые являются главенствующими для системы ДПО в современных условиях, особенно в условиях перемен. Это первое – о введении в действие нового проекта закона об образовании в Российской Федерации, на основании которого, к сожалению, мы стоим перед фактом об отмене выдачи дипломов государственного образца. В связи с этим конференция рекомендует приостановить действие этого пункта, либо направить в адрес всех государственных вузов разъяснение по поводу данных действий законодательной власти. И вторая часть резолюции – это о функционировании вузов в современных условиях. В первую очередь это касается развития сетевой системы взаимодействия и максимальная мобилизация вузов в рамках осуществления намеченных мероприятий по становлению системы ДПО в каждом регионе. Конференция «Функциональная семантика и семиотика знаковых систем» была посвящена 80-летию сединарождения профессора Лива Новикова. Интерес к новиковским читаниям высокий. Все российские конференции проходят в Руден уже в третий раз и собирают филологов со всей страны. Конференция уже стала доброй традицией нашего университета. Она проходит в третий раз и посвящена 80-летию со дня рождения профессора Новикова. Лев Алексеевич Новиков 30 лет возглавил кафедру общего и русского языка знания в Руден. Был деканом историко-филологического факультета. Лев Алексеевич Новиков для меня всегда остается личностью, звездочкой на нашем научном небосклоне. Это был удивительный человек. Многие участники конференции живут в других городах и в Москву специально приехали ради новиковских чтений. Это стало возможным благодаря тому, что университет взял на себя все расходы по проезду, проживанию и питанию гостей. Участникам пришлось пройти строгий отбор, чтобы попасть на конференцию. Они присылали заявки со своими темами для выступлений, а специальная комиссия отбирала самые интересные из них. В Рудене я гость и в конференции в Руден принимаю участие впервые. И для меня это очень значимое событие, потому что конференция «Функциональная семантика и семиотика знаковых систем» посвящена юбилею выдающегося лингвиста, специалиста в области семантики, и во многих других областях. Но в данном случае меня интересует именно семантика профессора Льва Алексеевича Новикова. Члены Оргкомитета поблагодарили всех участников за то, что они нашли возможность приехать. За два часа было сказано много о проблемах современного русского языка и о путях решения этих проблем. Будущее покажет, воплотятся ли эти идеи в жизнь. Туяра Павлова, Эдуард Неклюдов. Новости ТВ Руден. Смеца разрешается. Весоли и нахопчиви собрались в актовом зале Руден. В полуфинале КВН выстретили четыре команды. Оценивали начинающих юмористов, известные КВНщики, пожелавшие всем участникам не переходить на уровень самодеятельности. Профессиональный юмор или самодеятельный, оценивали наш корреспондент Георгий Миронов. Начиналось все более 10 лет назад. Первая команда «Дети Лумумба» громко заявила о существовании КВН в Российском университете дружбы народов. Поющая и танцующая сборная Руден, которая организовалась позже, собирала у телеэкранов многочисленных болельщиков. Команда в одночасье сделала Руденовский КВН легендарным и очень популярным. Ни один вуз Москвы или какой-либо другой вуз не может похвалиться теми результатами, каких достиг Российский университет дружбы народов в области КВН. КВН – это событие, которого ждут всегда. На полуфинал всеми любимой игры пришло много гостей, среди которых выпускники университета и знаменитости, и бывшие участники сборной Руден, которые возлагают на эту игру большие надежды. От сегодняшней игры на самом деле жду КВН, прежде всего, потому что в последнее время что по телевизору, что еще на каких-то мероприятиях, КВН немножко поменялся, он превратился просто в юмор, просто в какую-то немножко самодеятельность. В полуфинале встретились разные команды, опытные и те, кто только начинает играть в КВН. Каждая команда шутит на свой лад. Женский юмор, юмор с национальным колоритом. Студенческие шутки, каждый найдет то, что его рассмешит. Безусловный фаворит этого сезона команда «Цветник». Участница этого коллектива Юлия Лосева в прошлом году была признана лучшей актрисой КВН, подняв «Цветник» на новый уровень. В этом году Юля остается главной претенденткой на это звание. От «Цветника» не отстают СШО. Исключение сборной юридического факультета играли первый сезон и уже попали в полуфинал. Для них это хороший старт. Возьмите, к примеру, команду «Пирамида» из высшей лиги. Или, например, первый состав сборной РУДНа. Сангаджи, Ашота, Арарата, которые сейчас задействованы в таких грандиозных проектах, которые управляют и руководят. КВН – зеркало студенческой, общественной и политической жизни. КВН объединяет, учит и создает настроение. С каждым годом шутки становятся все лучше. Все четыре команды – достойное будущее КВН и РУДН. Победу присудили СШО. Почетное второе место занял «Цветник». Но все команды уже достигли огромных высот и получили бесценный опыт. Конечно же, опыт, приобретенный в игре КВН, он неоценим. Потому что самое главное в нашем университете – это атмосфера и образование. Учитесь и впитывайте эту атмосферу. И из вас получатся настоящие люди. КВН – в Российском университете дружбы народов – легенда. Самые талантливые, красивые, веселые и активные молодые ребята смешат и радуют всю страну. На их игры стоит прийти и посмотреть, ведь смех продлевает жизнь. Баранова Светлана, Борисова Женя, Лосева Юлия, Мельман Юлия, Миронов Георгий. Новости ТВ РУДН. С 1997 года в рамках ежегодной спартакиады РУДН проходит соревнования по армрестлингу. В нашем университете секция борьбы на руках была организована шестикратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы, заслуженным тренером России и профессором РУДН Евгением Ивановичем Усановым. В РУДН за счет юбилейной 50-й спартакиады прошло первенство университета по армрестлингу. В командных и личных соревнованиях приняли участие более 65 юношей и девушек, каждый из которых провел от двух до пяти схваток. Первенство проходит уже в 14-й раз и с года в год завоевывая все большую популярность среди студентов всех факультетов и учебных институтов. У нас проходит в этом году 50-я спартакиада Российского университета дружбы народов. 50 лет назад был организован спортивный клуб «Дружба» и вот с этого года у нас в университете ежегодно проходит традиционная спартакиада между различными факультетами. В нашем университете армрестлинг практикуется с 1997 года. Его основателем был заслуженный мастер спорта, шестикратный чемпион мира и пятикратный чемпион Европы, заслуженный тренер Российской Федерации профессор РУДН Евгений Иванович Усанов. В чем красота этого вида спорта, что ты соревнуешься именно с тем человеком, который весит ровно столько же, сколько ты, который буквально учится с тобой в соседней группе или на параллельном факультете. Все довольно равные друг другу соперники. Армрестлинг, в переводе с английского «борьба на руках» – силовой вид спорта, включающий в себя также элементы единоборств. И это соревновательный спорт, суть которого заключается в том, чтобы, сцепившись руками и не отрывая локти от стола, пересилить соперника, положив его кисть на стол или на специальный валик. Это, пожалуй, самый студенческий вид спорта, доступный не только юношам, но и девушкам. Очень доступный инвентарь дешевый, любителей по состязации в силе много, поэтому просто его популярность предопределена самой его сущностью. Успех в армрестлинге определяют, в первую очередь, конечно же, сила и тренированность. Но только одно это не поможет победить. Помимо силы, армспортсмены должны обладать высокой взрывной скоростью. Они могут закончить схватку до того, как противник успеет сообразить, что же вообще произошло. Также им необходима выносливость, чтобы выдерживать длительные схватки. Армрестлинг, как вид спорта, всесторонне развивает человека, воспитывает в нем силу, ловкость, волю, решительность, находчивость. Техника определяет тактику спортсмена. Стратегии, умение мыслить и быстрее реагировать могут стать залогом победы даже над более сильным соперником. Екатерина Гульбина, новости ТВРДН. На этом я, Кабелькан. Прощаюсь с вами. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok